Этот список это не есть список, скажем, вузов, которые надо закрыть, реорганизовать. Это список вузов, и это подчеркнуло министерство, в которых есть признаки неэффективности. И сегодня на основе этого списка будут созданы рабочие группы, об этом говорил сегодня заместитель министра Александр Климов, которые рассмотрят с участием представителей регионов. Я думаю, что было бы целесообразно привлечь работодателей к рассмотрению того, насколько эти вузы нужны для экономики, для социального развития того или иного региона. И если есть аргументы в пользу того, что этот вуз важен, то это сигнал региону. Уделите или ведомству, в котором находится этот вуз, уделяйте этому вузу больше внимания. Увеличьте финансирование. Если не нужен, значит признайте, что этот вуз действительно вам не нужен. И значит должны быть какие-то реорганизационные процедуры, которые предложит, наверное, министерство. То есть, еще раз хочу сказать, это первый шаг в длинной цепочке действий, который может привести к улучшению работы вуза, а может привести к его реорганизации. И проблема, наверное, в том, что прежде чем публиковать этот список, это стоило подробно обсудить и объяснить. Должна быть подготовка общественного мнения. Конечно. И тогда бы, наверное, наоборот, вузы могли бы воспользоваться этим списком, ну в каком смысле антирейсингом, для того, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и улучшить свое положение.